Здравствуйте всем пацаны! Сейчас покажу мега решение, как можно развернуть вытулки, да, не имея, грубо говоря, ничего. И еще лучше получается, чем разведка, если у вас там небольшие расстояния, ну, допуски, да. Вот колодка в данной ситуации Mercedes там, не суть, важно, обалденно сделана, латунная вытулочка, забита все, ну, то есть супер бомба. Но палец, на котором она, то есть не работала, то есть ее родной, оно работало в корпусе, оно работало в корпусе. Из-за того, что их забили, и никто, наверное, их не смог, видите, оно работало вот здесь вот. То есть люфт чуть-чуть есть, но оно сделано хорошо, палец фиксируется на клин, то есть сейчас оно у нас будет работать как? Обычное решение простейшее, это меня научил Сергей Викторович, спасибо ему огромное. Обычный конус морза, да, то есть палец диаметров 30 там, в минусе чуть-чуть, ну, не суть, важно. Вот палец, вот родная колодка нераточенная. Мы их еле выбили с Саней, еле выбили, заржавела, ну, годы, не суть, важно. То есть вот мы уже ее обработали, без развертки, да, развертка в этой ситуации чуть-чуть не то. То есть нам нужно рожать втулку, то есть можно шарами, но где взять шарики там, ну, плюс 5 соток, да, на размеру. Это все теория, то есть у меня вот такие вытащены эти и имеющие размер там. Две риски, это второй размер он, одна рыска это первый размер. Я вам сейчас покажу как, как это все работает. А, была вытащена втулочка упорная, у меня одну сорвала втулку, начала выходить, я ее начал, ну, забить уже в конце. То есть вот есть упорный механизм, светается, и сейчас мы начинаем все онлайн вам показывать. Давай, Саня, берем первую прошивку. Я таким самым методом делаю эти коромыслы на КАМАЗе, ну, то есть завтуливаю и уплотняю вместо шарика. Это если нет у вас шарика, как оно все тут вытащено там, размер там, что-то 5-7, да, грубо говоря, то есть идет у меня в плюсе, каждая. И вот такие канавки, этот, не острые должны быть, рисом джик-джик так этим, и напильничком, что ты делаешь? А, ее, чуть-чуть, да, там можно ее забить. Все, переворачиваю. То есть вот таким вот образом берется первое, включается пресс, ну, желательно иметь пресс. Маселка, маселка мы любим, всегда нужно масать. На, Саня, будешь, я же оператор ЭВМ. И вот так вот мы ее начинаем прошивать. То есть я уже одну сделал, знаю, что мне нужно тремя разными расшивочками прошить. Сейчас вам онлайн покажу результат. Очень удобно так делать эти шикварня, продавливать потихоньку, и тем временем мы его уплотняем. Молекулы сжимаются, и структура металла становится крепче. Зачем вот в этой кузне, да, когда откуешь что-то, оно крепче, сжимаются молекулы. Там с меня некоторые же ржали, что это все бред. Ну, смейтесь, а мы берем и делаем, Саня. И последнее, третье. Расшивочка, маселка. Вот у меня разница в них где-то две десятки примерно, чтобы достичь вторая. Получается уже хорошо по этой кользящей, но там все равно греться, что-то будет расширяться, чтобы не закусывало. Есть, Саня, лови, чтобы жир ровно было. Вот так вот мы ее выдавим. Горит, смотрите. Давай еще раз, Сережа, то же самое. Вы видели, как горит? Представляете, как оно там эту плотность делает. Все, давай. Конус Морзе, чем хороший, он уже является конусом этим плавным, оно само себя ловит, да? Вопрос как бы. И вопрос, второй материал там как бы нормальный. Ну, он обрабатывается все. Видно, аж горит. А ну, Санечка, идем. Заскорчала ваша папироса. Мы параллельно разбираем редуктора сейчас, готовим. Ну, короче, тут у нас все нормально. Я люблю, Саня, берем пальчик и попробуем пальчиком. Мацелетовским. Вот, отлично, ловим. О, видите, он даже чуть-чуть, видите, как получилось. Ну, оно, может, жалчина где-то. Не суть важна. Этот вариант рабочий. Чистота получается, блин, козырнейшая. Разверткой, да, но чуть-чуть не то. Если небольшие у вас там эти размеры, очень удобно сделать вот так. Берем, короче, пацаны и пользуемся. Всем нормальным, вот, делимся, да, информацией. С этим все? Да, с этим все. Давай сейчас еще одно. По поводу сытуперц, мне там писали, ты их там выжигаешь, а ну там чугун, что-то вон там, ну, будет сыпаться. Я вот читаю и улыбаюсь. Барабан чугунный греется сколько? Ее ж вылили эту сытуперцу. Ее ж изначально нагрели. Я тут распалил костер в ней. Из-за чего? Я ленивый. То есть мыть соляра сегодня все это уже там опилками можно. У меня нет опилок. Так ее распалил воздухом, выдал и все. Ну, то есть писать, что там что-то отпустится или что-то будет сыпаться. Ну, ее что вылили до этого из там этой руды, да, обработка. И нагревали ее, ого-го. А мы тут ее нагрели 200 раусов и все говорят, что оно работать не будет. Не-не, не будет и не надо. У меня все будет работать. Все намного прочнее. Так, что, все, Саня, да? Ну, короче, вот. Финал нашего разговора, пацаны, по поводу этого всего, да? То есть вот оно. Теперь оно будет работать. Вообще супер. Вот получилось сексуально. Мне нравится. Берите, пользуйтесь. Всегда вот делюсь опытом, своим ошибками. Всем делимся. Ну, как-то вот так. Все, всем привет. Мы занимаемся с Саней. Мирного неба всем, пацаны. О, гляньте, чистота обработки, а? Мерседес. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.